всем привет моим друзьям подписчикам ну и конечно же гостям канала друзья мои в этом видео хочу вам рассказать как вы сможете аквариум подготовить перед тем как вы уезжаете в отпуск что для этого вам можно сделать чтобы аквариум также дальше нормально работал в то время когда вы отсутствуете уезжая в отпуск и все еще сделаю на пару ставок ставлю я сам только с отпуска приехал мы были в хорватии некоторые моменты будут очень интересны потому что некоторые моменты связаны именно с аквариумистикой все это будет в этом видео сразу же хочу по последнему видео ответить всем большое спасибо за ваше соболезнование что я такую хорошую рыбку потерял большое вам спасибо сейчас я не могу ничего толком сказать что тут а именно произошло я вчера только домой приехал аквариум практически вчера только так чуть заглянул ну и сегодня вот тоже свет включился я смотрю я не могу еще сказать точно теперь их 4 альтума осталось а я не могу сказать те теперь пара или не пара ну хотя вот сейчас именно они стоят вместе в углу вот это вторая пара которая была как я смотрю они тут вообще весь аквариум завоевали тех как-то google теперь загнали скажем один из них самый главный тут было теперь он в углу стоит вместе с другим альтума надеюсь что со временем там пару недель будет ясно видно что тут происходит лишь бы не получилось а так что это два самца или две самки если так получится то придется на самом деле оставлять наверно только одну пару потому что тем рыбкам они не знаю покойного не давать не будут хотя сами видите да всегда хотел до этого одну рыбку отдать и ну что и пятеро было нечетное количество что пары не было а теперь получается видите как получилось от теперь вот получается как бы две пары ну посмотрим что будет это будет видно ладно давайте я вам сейчас покажу пару фото короткие видео с отпуска и потом перейдем точно ту тему как именно еще подготавливать аквариум перед уездом в отпуск что могу заранее сказать в большинстве случаев вся большая особенно крупная рыба до 14 дней без корма рыбкам вообще без проблем вообще там пиццилии там гупешки эти рыбки они конечно они сильно подвижны они быстрее сжигают все скажем питательные вещества в себе они 14 дней они уже чуть-чуть тяжеловато будет но есть такой небольшой секретик как можно сделать чтобы эти рыбки тоже все свои жировые запасы не сожгли и их можно было дольше скажем до 14 дней свободно без корма оставляйте в аквариуме ладно давайте посмотрим немного моем отпуске и покажу вам что я видел и надеюсь для аквариумистов это тоже очень сильно понравится что я вам сейчас покажу в этом видео из моего опуска смотрим друзья нахожусь в отпуске в хорватии все у нас камушки продают для аквариума там 14 евро килограмм стоит все такое прочее вот посмотрите а в хорватии с этого сделают забор вот так вот они тут заборы делают с этих камней которые у нас продают за бешеные деньги ну посмотрите камушки какие а вот вообще я не знаю как вам такое но поближе чтоб понятно было материал для заборов 14 евро килограмм германия стоит вот так смотрите друзья нашел камешка для аквариумов вот они усея и на все дети какие камушки какие хотите для аквариума с цихлидами камень вообще идеально друзья пару фотографий сделал что тут тоже посмотрели очень красиво местность на мы где-то были называется масленица недалеко от этой деревни в принципе все города и название толком даже выговорить не могу этот уже другой город ну тоже очень красивый скажем так внутренняя часть красивая а если куда-то сторону посмотришь там уже чуть-чуть по-другому река здесь вообще как будто облака как вата на горах лежит плюс ко всем этим камешком для аквариумов посолить какие коряжки идеально только вы мочите все ставить в аквариум дерево тяжелое крепкое жуткое идеальная коряшка для аквариума вот сколько их тут полно выбирай только друзья мы также в хорватии и нашли вот себе такую лагуну вот такие скалы здесь вот такие скалы здесь если у нас сейчас сам рыб покажу которые тут в воде плавают не на хлеб плевать не хотят не на плесенку вон они что там пять-шесть вот они почти что как в аквариуме только в аквариуме рыбу всегда есть хотелось только в аквариуме рыбу всегда есть хотелось а этим пофигу грамм так наверное по 400 может быть рыбки можно 500 вот они плавают можно чуть в воду пода ближе подойти они сильно так и не боятся они только боятся когда хлеб на поверхность воды падает тогда они убегают а так вон плавают вот такое место где мы купаемся так здесь выглядит короче ништяк тишина шума нет людей нет рыбам хорошо и нам хорошо надеюсь рыб получается снимать чтобы вам видно и хорошо было думаю видно вот они то что вы сейчас видите мы находимся в городе дзадар вот так вот в центре города рыба плавает крупные просто на камеру не видно что они крупные ну и сейчас еще видите рыбака с гарпуном у нас например это сильно запрещено а здесь вон пожалуйста но он к сожалению ничего не поймал у него ну хотя в велике там у него там лежала одна рыбина а при нас он ни одной рыбки не поймал ну как вам виды ребят как вы понимаете скажем так я конечно не вытерпел на такое богатство камушков смотреть и пару камушков конечно я привез домой вот такие вот красавцы в общей сложности я привез 4 камня с собой из из хорватии вот такие вот камни короче они еще не мытые ничего там корешки кое-где вот такой вот камешек классный и еще два камня они остались в австрии это скажем не очень хороший момент получился получилось так что моя машина поломалась застучал мотор еще такая ситуация была там мы через туннель проезжали скажем до конца туннеля где-то 4 километра оставалось и начало что-то дребезжать впереди в машине в моторе мне скоро показалось что где-то пластик может поддон или еще там где-то снизу который закрывает пластик что он как будто отвалился что ли и начинает дребезжать думаю что за беда ну думаю сейчас из туннеля выйду там первая парковка первый парк плац заеду посмотрю еще до конца даже из туннеля не выехал звук сильно усилился сильно большой звук стал я так рад что я все таки успел из туннеля выехать и буквально два километра после того как я из туннеля выехал был уже два километра даже может километр был парк пляц короче застучал мотор ну и что пришлось машину оставить в Австрии я что мог скажем так мне дали другую машину я застал у меня есть страховка кто живет в Германии в Европе знает АДС могу только посоветовать если вы такие длинные путешествия делаете куда-то ездите в отпуск далеко сделайте себе такую страховку об этом никогда не пожалеете она стоит конечно скажем так немалых денег тоже все равно какие-то суммы надо платить в год там как в клубе ты застоишь должен платить но вы не представляете как я рад был что у меня есть это такая страховка я не знаю что бы я сделал в Австрии стоял там и я не знаю если у меня бы там машину просто с парковки убрали куда-то в другое место мне бы обошлось это 500-600 евро меня короче утащили в автохаус утащили в автохаусе просто на страховке надо было как бы доказательство что машина на самом деле поломана и в течение одного-двух дней ее невозможно сделать если бы так получилось и что ее можно было сделать мне бы пришлось там осаждать пока ее сделают но как мотор застучал в автохаусе механик сразу сказал короче это работы на 3-4 дня не меньше и поэтому страховка дала мне машину другой ну тоже новый там шкоду мне дали и короче все хорошо прошло в принципе я потерял только на этом оно хоть и как бы быстро происходило они там видно было что работают шевелятся люди я все равно потерял около 6-7 часов на то чтобы машину приехали посмотрели чтобы ее утащили чтобы в автохаусе сказали да она не в рабочем состоянии потом с того места где я находился мне еще надо было 64 километра проехать на ту фирму на которую ну где я мог взять машину но это все страховка оплатила они также меня сами заказали такси я сел в такси и нас отвезли за 64 километра и конечно везли не в сторону Гамбурга везли в обратную сторону откуда я приехал практически и там нам уже дали машину еще повезло большое спасибо этим девушкам они работают работали в пятницу только до 4 дня я их попросил пожалуйста дождитесь я меня я приехал только без 15 5 туда и пока машину собрал уже наверное 6 час был ну и они сразу как только мне машину документы сделали машину дали они сразу же бюро свое закрыли и поехали ну домой вот такая вот история со мной произошла так что еще два камня они находятся в моей машине в Австрии отсюда от Гамбурга это в том городе где я застрял это 1100 километров отсюда машину мою привезут где-то через 2 недели приблизительно в Гамбург ну и потом посмотрим что с ней стоит ее ремонтировать или нет или придется покупать новую машину вот так бывает ну а теперь переходим к главной теме как подготовить правильный аквариум перед уездом в отпуск все обычно не так то и сложно как оно звучит это все легко короче сделать вы же заранее знаете что вам например через 2-3 недели надо в отпуск уезжать там на 10 на 14 дней и соседи просить рыбок кормить это обычно такая ситуация где люди могут рыбок вам перекормить потому что скажем такие как гупешки пиццилии они едят практически всегда и те люди которые с аквариумом не знакомы они вам скорее всего его перекормят если у вас такие есть люди то что вы кому-то именно оставляете я бы вам советовал так чтобы вы порции сами уже распределили как-то там по пакетикам ложечками и не знаю по баночкам чтобы только вот эту порцию люди давали во время уезда вашим рыбкам тогда у вас проблем не будет ни с водой ни с рыбками ни с чем самое главное чтобы люди ничего другого в аквариуме не делали теперь подготовка подготовка происходит очень просто вы просто чуть-чуть уплотненно начинаете кормить своих рыбок кормите их перед уездом скажем в отпуск два раза в день или также один раз в день ну чуть побольше чем обычно чтобы как бы рыбка набрала немного жирка чтобы у нее были жировые запасы чтобы она это свободное время ну как перенесла перед тем как уезжать в отпуск обязательно если у вас фильтр был уже там полгода в работе постарайтесь его за 2-3 недели перед уездом в отпуск почистить фильтр потому что неизвестно что может получиться может такое получится что фильтр вдруг перестанет работать забьется или еще что-нибудь так что это заранее лучше сделать не за неделю до уезда в отпуск за 2-3 недели помойте фильтр чтобы он уже в нормальном рабочем состоянии был к моменту уезда в отпуск это очень нужный момент очень потом что еще надо сделать будет что я делаю я убавляю свет например вот у меня освещение работает 8 часов когда я уезжаю в отпуск чтобы не произошло какой-то вспышки или еще что-то я убавляю свет до 6 до 5 часов это очень хорошо помогает и сколько раз я это уже только не делал это было прекрасно вы даже не поверите что может произойти за 2 недели с вашим аквариумом если вы на световой день оставите на 5 часов я приезжал у меня растения были чистейшие абсолютно чистейшие по одной простой причине корма в аквариуме нету и рыбки начинают кушать на самом деле водоросли улитка отходов на полу никаких нету от корма улитка чистит все начинают чистить растения и получается так что приезжая через 2 недели аквариум вообще в идеальном состоянии я сейчас был 7 дней в отпуске ну скажем так у меня рыбка вся упитанная закормленная они то сильно это я посмотрю не пытались оттуда водоросли там где-то скушивать или еще что-то я вам сейчас обязательно покажу поближе его но все равно аквариум в хорошем состоянии хотя за ним неделю никто не ухаживал рыбка была не кормленная потом что мы еще делаем чтобы обмен веществ у рыбки стал поменьше ушел чуть ниже обязательно скажем так на 2-3 градуса лучше даже 3-4 градуса температуру понизить и это делаем потихоньку в течение 2-3 дней перед уездом каждый день убавляем на 1 градус температуру в аквариуме как вы только один раз убавили сразу чуть поменьше корма на второй день опять убавили чуть поменьше корма на третий день перед уездом выставляем ту температуру которая нужна минимальная для ваших рыбок минимальную температуру выставляем и оставляем эту температуру рыбка в это время она даже скажем при таких температурах она не очень активно даже кушать хочет обмен веществ затормаживается я это уже часто делал на дискуссах на альтумах и это работает идеально рыбка практически скажем она вообще не голодает потому что обмен веществ идет очень медленно после приезда также потихоньку добавляем температуру и после приезда тоже еще главное не переборщить сразу не кидать там целую кучу корма в аквариум не надо это то же самое произойдет что вас например ну 2-3 дня не кормить а потом вот такую гору еды вам дать у вас все у вас желудок и все будет болеть поэтому приехали чуть-чуть дали корма подождали 4-5 часов уже скажем температура чуть в аквариуме на 1 градус поднялась можете опять дать ну и все в принципе со второго дня уже можете полностью температуру ставить на ту температуру которая у вас находится постоянно в аквариуме температуру наверх подымать в аквариуме не так страшно как опускать рыбки чуть по другому реагируют когда температура резко падает но на подъеме это можно в течение 24 часов температуру свободно с 24 поднять на 28 градусов это рыбка нормально перенесет начнет сразу же активно кушать активно питаться ничего не бойтесь все будет нормально другие есть варианты есть специальные таблетки такие вот у нас продается например да такие таблетки они очень плохо растворяются и их можно как корм использовать я использовал как-то такие таблетки ну скажем я не заметил что рыбки то вообще к его начали как-то истили прикасаться сомики можете чуть потеребили его я скажу так я не советую даже этого делать это не обязательно придерживайтесь того что я вам сказал и все будет нормально все будет с рыбками нормально все будет хорошо понизили температуру перед уездом хорошо кормим перед уездом обязательно если фильтр больше 6 месяцев уже проработал обязательно перед уездом за 3-4 недели фильтр лучше помыть чтобы не было никаких сюрпризов ну и давайте сейчас глянем что с аквариумом после скажем уезда как всегда получается я буду опять вам показывать грязный аквариум мыть я его сегодня уже не буду я его буду мыть только завтра поэтому опять получается что буду показывать аквариум грязный изменений в принципе для меня никаких нету что я вам до этого не показывал и хинодору спустил стрелку скоро цветочки появятся листики уже появились даже две стрелки одна вот здесь спереди а другая там идет сзади короче практически каждый куст и хинодорус опустил стрелку так что вот эти вот капсулы которые мы использовали вот эти вот капсулы для подкормки для корней именно вот для хинодорусов ну или криптокорин любых которые растения принимают питательные вещества через корни вот эти капсулы это просто обалденная штука мастер лайн рот капс они из чехословакии насколько я знаю так что хорошая штука и эти капсулы можно не только скажем вот мастер лайн купить где я купил они от других производителей тоже продаются можете также протестировать могу только это вам посоветовать ладно давайте смотрим что там в аквариуме посмотрим как рыбки себя ведут ладно многое будет но ну интересно сейчас я вам ту тех двух рыбок тоже покажу в углу они стоят там ну вот это вот вторая скажем так пара а те двое они стоят вон там вона сейчас мы их приблизим они вон они вон стоят с левой стороны который стоит это тот одиночка который пятый был а с правой стороны вот этот теперь которые вдовец или вдова я не знаю как правильно сказать вот они там теперь стоят то что вот я говорил вот еще надо распустил стрелку видите какая тут стрела тут не стрелка стрелище целых вот она и вот она наверх пошла какая старого и ну и с той стороны тоже там вот она тоже стрелы стрелка идет на это уже с другого куста ту стрелку вот с этого куста две стрелки я их показать просто не могу потому что одна стрелка она на другой стороне так в принципе в аквариуме все нормально сильно больших изменений никаких за две недели тут не произошло точно могу еще показать почву покровка здесь вообще развеселилась она вообще впереди росла как вы знаете она вот теперь сюда везде залезла ну это она по кругу теперь пошла расти извиняйте конечно как видите аквариум грязноватый но у меня то что-то мода показывать немытый аквариум стало ну или была вот она теперь начальство местное весь аквариум себе вообще забрали засранцы ничего не поделаешь так природа устроена сильнейший выживает вот так ребят вот так вы можете делать свой аквариум что еще забыл сказать сейчас конечно скажу обязательно перед тем как вы уезжаете в отпуск обязательно сделайте подмену воды лучше за день вперед не в последний день воду менять а за день вперед если какие-то будут вдруг изменения чтобы вы это могли заметить что еще могу посоветовать я например аэрацию не использую но у меня для этого стоит скима скима тоже хорошо воздух гонит в аквариум если у вас скимора нету то поставьте на время уезда если вы не пользуетесь аэрацией обязательно поставьте в аквариум аэрацию если какая-то бактериальная вспышка вдруг пройдет или еще чего-нибудь то с помощью аэрации это скажем как многие из вас знают в течение дня можно в принципе помутнее ну вот эту муть с аквариума выгнать если у вас не будет аэрации конечно рыбки все погибнут поэтому лучше конечно поставить в аквариум аэрацию перед уездом надеюсь все то что я знал все то что я делаю я рассказал ничего не забыл если у кого-то есть конечно еще какие-то советы как можно что лучше сделать перед уездом в отпуск пишите в комментариях буду очень рад если вы поделитесь своим опытом своей информацией потому что скажем так канал в принципе было для этого создан чтобы не только я своей информацией отделился чтобы вы тоже что-то подсказывали говорили это не только мне интересно это также интересно другим зрителям которые как я вижу многие читают тоже комментарии тоже ищут какую-то полезную информацию для себя видео чуть-чуть длинновато получилось но ничего не сделаешь на этом наверное сегодня все всем большое спасибо за просмотр ребята давайте пока пока